Всем привет! С вами Дмитрий Фреско. Парочка последних выпусков была посвящена длинным рецептам. Я думаю, пора немного передохнуть и приготовить что-нибудь незамысловатое. Но это не означает невкусное. Сегодня я хочу кому-то показать, а кому-то просто напомнить, очень простое, но при этом необычайно вкусное блюдо французской кухни. Пулеттенкозероль. Да простят мне французы мой французский. В переводе это будет что-то вроде цыпленок в кастрюльке. Роль цыпленка у нас будет исполнять молодой упитанный бройлер. А что вы хотите в нашей акселерации? А роль кастрюльки вот эта сковорода с высокими стенками и с толстым широким дном. Еще нам понадобится головка чеснока, оливковое и сливочное масло, душистый перец и очень много лука. Именно горечь лука станет сладостью соуса. А также немного фантазии. Блюдо, которое я сегодня готовлю, отличная база для самых разобразных кулинарных экспериментов. Поэтому фантазируйте! Театр начинается с вешалки, а кухня начинается с острых ножей. Острым ножом разделаю курицу самым обычным способом. Сначала отрежу ноги или бедра. А теперь отделяю грудку от грудной кости. И в этом деле мне помогут ножницы. Вот эта замечательная часть у нас пойдет на бульон, а с крылышками обойдемся так. Обратите внимание, я отрезал крыло вместе с половинкой грудки. Теперь сначала отрезаю вот этот кончик, у него все равно нет мяса, он у нас пойдет на бульон. А теперь отрезаю крыло от грудки вместе с частью грудки. Так этот кусочек будет более соответствовать, к примеру, бедрышку или окорочку. Какой из них какой? Итак, у меня получилось две кучки. Одна для сегодняшнего блюда, а вторую я получу на великолепнейший куриный суп. Не пропустите следующий выпуск. Здесь у меня чеснок, здесь ветер в трубе воет, а здесь нарезанный мелкими кубиками лук. Чтобы не повторяться из рецепта в рецепт с демонстрацией мелкой нарезки, я начал снимать серию роликов. Посмотрите, если интересно. Займусь уже самой любимой частью работы – извлечением из простых продуктов фантастических ароматов. Буду слегка обжаривать курицу на смеси оливкового и сливочного масла. Это очень характерный для французской кухни прием. Для ароматизации добавлю чеснок. Курицу выкладываю в нагретое масло шкуркой вниз. Очень важно использовать для этих целей нерафинированное оливковое масло, так называемое масло холодного отжима. Здесь нам важна не обжарка как таковая, а создание букета ароматов из сливочного масла и неочищенного оливкового. Да, оно, черт возьми, дорогое. Ну и рассматривать его нужно, как ароматическую добавку, но не как жир для обжарки. И надо очень внимательно следить за температурой, чтобы ни в коем случае не перегреть масло. Здесь и сейчас, в этой посудине, прямо у вас на глазах происходит реакция Майяра. Это умное слово, должен же я немного выдумываться, обозначает реакцию между аминокислотами и сахаром при нагревании. При этом появляется замечательная поджаристая корочка. А когда я добавлю лук, запустится другая цепочка реакций, которая вместе называется карамелизация. Собственно, ради продуктов реакции Майяра и карамелизации я сейчас и колдуем над сковородкой. Они, ну, эти самые продукты, имеют характерные львиновые нами вкусы цвет. Именно они станут вкусовой основой нашего блюда. Ну вот, лук немного обжарился, пора закрывать посудину крышкой. Теперь лук высох не будет выкипать. Сейчас все продукты реакции Майяра и карамелизации смешаются, образуют потрясающий соус, в котором курица будет медленно, медленно томиться. Надо добавить немного ярких ароматов. Я использую для этого перец, но не черный, а душистый, который чаще используют в маринадах. И вам настоятельно рекомендую поступить так же. Результат свалит с ног со слона. Сразу же добавлю соль. Томить курицу нужно до тех пор, пока мясо не начнет сваливаться с косточек. А тем временем можно заняться гарниром. Картошки отварить или рису, или макаронов. Но мне по случаю досталась веточка черри. И я, конечно, не могу упустить его в случае. Поэтому черри я отправлю в духовку. Сбрызну их оливковым маслом и добавлю для аромата несколько зубчиков чеснока прямо в шкурки. А цукини и морковь немного прижарю на сковородке. Наш полет энкозероль, или наша, уже готово. Но я хочу ее еще подрумянить в духовке минуток 5, может быть, 4. Если у вас гриля в духовке нет, не морочите себе голову, уже начинайте есть. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая курочка у меня получилась. Нежнейшее мясо, которое тает во рту. А ароматы французской кухни заставляют меня отчаянно грассировать. Но я держусь. Очень простое блюдо и не требует танцев с бубнами. Да, они здесь и не нужны особо. Вместо таких сложных гарниров обычная картошка и рис прекрасно подходят. Ну вот и все на сегодня. Понравилось? Вы знаете, что надо делать. Готовьте с удовольствием, ешьте с наслаждением, живите с огоньком. Спасибо за компанию. С вас репост. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok